привет ретро народ сегодня смотрите какой красавец у нас на обзоре он немой это моего знакомого он долго думал продавать или нет у него два сначала продал похуже потом дошла до состояния получше это модель юнисеф с z 5000 с л по моему там ну неважно последние цифры вернее последние буквы что могу сказать вы знаете вот во времена еще молотка когда молоток существовал и наша параллельная площадка укра и даже сам торговался за такой аппарат и догнал цену знаете думаю но 1000 гривен это до доллара 8 это где-то 120 получалось долларов кто-то перебил мою ставку тысячи думаю ну ладно еще сотню добавлю добавил 1100 смотрю и эту ставку перебили думаю ну и не судьба значит что сказать ну я наверно тогда был слишком горячий и мне хотелось вот чего-то такого большого такого знаете светлого красивого ну наверное эти качества есть у этого аппарата хотя светлая сюда она совсем не относится но блестящий он точно большой красивый вот я думаю какие у него еще достоинства есть и пока становлюсь на паузу потому что потом я их этих достоинств просто не обнаружил мне кажется вот знаете он напоминает тут елочную игрушку то недавно я там свою квартиру чистил нашел там елочные игрушки там идут самоварчик такой стеклянный потом машинки какие-то еще что то то есть они красивые но пользоваться ими по назначению нет этого моем понимании мишура скажем так когда упор пошел уже не на какие-то там характеристики ну что требуется от магнитофона помимо того чтобы быть красивым нет красота это бесспорно вот я магнитолы собирают потому что они красивые хотя вы сами понимаете что кассетная дека разрывает усилитель вообще блочная аппаратура ну помимо того чтобы был красивый аппарат все-таки он должен играть мне как-то желательно хорошо есть аппарат маленькие динамики маленькие ну мы и претензии особых не предъявляем понимаем что низким там негде взяться а вот есть аппарат побольше уже динамики так сказать 16 но хочется а здесь 20 динамики в основе какие они белые просто белоснежные прям таки вот шарп gf 1000 не меньше или что там у нас было с белыми динамиками за которыми все гоняются таких аппаратов их было несколько я не могу сказать что это были клоны один в один но лосоники потом еще какие-то названия тайваньские бла-бла соники где-нибудь наверняка были был crown sz 5100 по моему что-то еще ну вот понимаете юнисеф эта фирма это митсуми и митсуми фирма хорошая у них очень много компонентов там всякие катушечки конденсаторы там знаете кто ремонтировал значит митсупи это очень крутая фирма и солидная но видимо им как-то лавры покоя не давали чужих фирм там ташиба например делает элементную базу ну и а чё нам митсуми не сделать а может быть они по кооперации в том числе от crown такая довольно солидная фирма и она сделала такой аппарат но это уже было не начало 80-х годов а жесткая конец если не начало 90 мы я точную хронологию не знаю когда и делали но когда уже качество отошло на второй план но вот надо было вот бороться на нас китайскими аппаратами аппаратами типа лассоник сомнительная дорожка на мой взгляд понижение качества вот в общем классическая формулировка число поболее ценой подешевле вес его я беру и там ничего нет а там внутри есть кратенько такая инструкция там батарейном отсеке мы ее достанем и вообще я вам покажу крупно как он там выглядит посмотреть есть такая солидная ручка ну прям наверное усилитель какой-нибудь баксов за 500 600 наверно был бы за честь иметь такую ручку настройки там не настройки громкости на усилитель здесь ручка настройки хромированы такие накладочки вот эти самые но почему-то не все делали однотипно вот как на шарп 9000 да и там 535 кто его знает вот две таких поперечинки и все ее пошло у них у всех это мода такая то есть кто у кого слизовый я не знаю он двухкассетный кассета а не вернее б кассета бета нормальная кассета и здесь стоит я заглянул самая примитивнейшая то на шиновская протяжка вот тут 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 китайцы и вот примерно такой я вообще когда хозяин продал его а он сказал что вот мне верят давай через тебя ну вот видите сначала ты работаешь на зачетку потом зачетка на тебя работать но мне верят а вот так вот знаете послать деньги люди не хотели но они между собой договорились а таким вот прокси продавцом прокси покупателем выступил вот таким доверенным лицом с обоих сторон знаете аккредитив по моему называется такое в банковском деле когда банк приходят деньги а потом фирма знает что уже банк пришли деньги отпускать товар но такое такая форма короче говоря вот есть такой аппарат на мой взгляд он очень простой опять-таки вот протяжка b она она записью она она шиновская простенькая без всяких там прибабасов протяжка эй она еще не но я не могу сказать что проще наверное для автомобильников это было самое то вот знаете кассету вставил надо промотать вперед и нажимаешь слегка она проматывает нажимаешь сильно на выбрасывает вот две функции в одной кнопке здесь были такие автомобильные протяжки вы знаете я когда-то на барахолке встретил двухкассетную магнитолу это было точно crown там тоже была двухкассетная она но она была такая типа в виде батончика селедочки протяжка одна была нормальная а вторая протяжка не было всего две кнопки play и стоп даже перемоток не было даже перемотки вперед одной не было предполагаю что ты сначала на второй протяжке находишь фрагмент ставишь туда стартанул и начинаешь писать а если там чуть-чуть не синхронизация ну неважно опять переставляй сюда то есть дешево дешево и еще дешевле так вот наверняка это протяжка тоже недорогая у меня где-то есть механизм вот как механизмом очень интересно я смотрел на него как это все делается ну вот такое придумать чтобы одной кнопкой и все обходиться ну для аппарата такого уровня такого класса ну как-то не солидная протяжка хотя хотя на силверах от 8 тыс вот был восьмитысячный такой огромный огромный такой а была 8 800 вот там вот была тоже такая вот протяжка 2 думали вот что еще поставить чем удивить и по моему еще на маранцах я такое видел вот я не могу сказать тоже по моему восьмитысячная какая-то серия у меня есть какой-то маранц но без такой протяжки ну как-то вот мне всегда стремно было засунуть туда кассеты потому что знаете черный ящик что там творится неизвестно но тем не менее у этого аппарата кассеты работают с радио большая проблема он я пришел сегодня у хозяина вот смотри все работает он включает радио работает но в правой части кусок пустой в левой части станции на станции я говорю а случайно она не извинута нет ну вот он работает работает все у нас была такая договоренность аппарат считается рабочий все а я пришел домой и начал сравнивать ну действительно здесь уехала правая часть тут тут надо просто уменьшить емкость конденсатора на гетерогене это я уже подсказку новому владельцу даю и тогда станции подтянутся сюда и соответственно появятся станции здесь которые находятся внизу и у меня чувствительность вот там мы смотрели как-то так еще ничего там центре города тут у меня почему-то на отшибе я при мне пришлось еще рожки раздвинуть потому как ну видимо рассогласование входного контура с гетерогеном это не страшно потребует какой-то работы чтобы сделать давайте так я сначала включу его как он работает вот по 5 секунд потом я крупным планом вам покажу вам покажу продавец сказал вот хочешь сделать обзор сделаю так я люблю давай я все-таки открою клянусь я никакой блок ничего не трону я просто напросто открою покажу народу внутренности пусть народ насладиться ладно ладно типа вот она работать не трогает знаете вот есть такой анекдот про программиста когда сын приходит к нему и говорит папа а вот почему солнце утром сходят а вечером заходит программист задумался на действительно это так сын говорит да отец говорит это тебе устраивает да вот не трогай то же самое было и мне не трогай но тем не менее право на то чтобы снять крышку заднюю мне дали поэтому я трогать не буду а просто покажу из чего там сказать каких вот пружинок и колечек соткан этот деревянный человек пластмассовый человечек человек огромный 65 по моему сантиметров длина я по высоте он точно такой как т-7 у меня еще помню когда-то был оба но это китайский аппарат или гонконговский тоже огромные динамики все красота серебристый правда ну и на одну кассету но опять-таки это нашим самый-самый-самый дешмарь такой уже просто пустошвили абсолютная то есть открываешь и смотришь ну понятно что он легкий такой и на плече то носить его отнюдь не трудно это вам не м70 или не какой-нибудь саньо и так включаем его что тут у нас ты да тут у него есть переключатель на три положения микрофон лента радио сам выключатель конечно вот стоит вот так вот так и перекошенный я только магнитным головкам вращающимся считаю что дозволяется быть такими косыми переключателем нет ну тем не менее вот два положения тейп и радио настроенный микрофон писать ну кто сейчас будет кнопка включения отдельная здесь включаем и ничего не загорается просто ничего хоть копеечный светодиодик бы куда-то здесь вот что-то сделали на ну давайте рад я еще раз говорю что станции только половина здесь так радио включаем да вот эти пустое пустая зона которая должна быть заполнена ну то есть его наверно налаживать еще поработать с ним станции на четко-четко ловить потому что иначе нам расстроена работает понятиях некоторых людей ну вот это по моему станция сто один и пять дальше пустое поле вот здесь еще находится пять или шесть станций а может даже семь я уже не знаю а Эквалайзер у меня стоит традиционной птички, так что качество звучания оценивайте сами. Светодиодные огни красивые, я ничего не могу сказать, просто про это. Ну дальше ничего нету. То есть с радио... Sorry. Так, что это у нас такое? Ну давайте начнем с кассеты А. Она видите, еще наверх идет так вот. Ее тут надо так вот раз и нажать. Опа. А теперь мы переключаем на тейп. Вот это у нас перемотка идет, я поднажал. А теперь надо со всей дури нажать, чтобы она выплюнула кассету, превозмогая там мощь пружины. Вот. Теперь, видите, плавно, медленно, прямо на комичи не начать. Play. Ой, сейчас наверно я не вставил. Так, сейчас я с обратной стороны поставлю. Ну, знаете, ничего так. Ну, я не могу сказать, что вот какой-то там супер-мегабаз тут есть. Ну, двадцатые динамики, все-таки они что-то должны выдавать. А зачем же они тут нужны, если... Высокочастотники. Очень большое подозрение, что это пьезо. Там что-то блестящее стоит. Ну, накладки это огромные, сами понимаете. Ну, что там внутри. Так, внешнего источника я не подключу, потому что он не предусмотрен. Хорошо. Вот я рассказал так, в трех словах, давайте насладимся красотой. Вот сейчас я вам покажу его. Близко. Повожу туда-сюда, чтобы вы посмотрели. Вот еще, как говорится, он состоит. Ну вот, включаем еще раз. Мотаем что-нибудь другое. Ну, мотает, скажем так, медленно и печально. Ну, это нашим чё. Это моя жизнь. Поставим кассетку сюда какую-то. Подматываем. Музыка. 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 Вы знаете, нужен еще один человек, который должен держать магнитулу с обратной стороны, иначе мы будем нажимать, она будет отлетать, я не знаю как. Она ничего не весит. Знаете, как анекдот про муравья, что я мощный, я мощный, но легкий. Вот точно так же здесь. Радио, да? Ну, обещал. Ну, здесь полностью расстроена. Музыка. 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 незадача с радио вот давайте я вам покажу про функции все его вот и выключение высокочастотники индикаторы громкости звука тюнер 4 диапазонный ручка вот ручка конечно это просто прелесть смотрите какая она здоровая огромная вот она даже сняла видите супер ручка просто за ручку 5 баллов все остальное спорно а ручка даже 6 даю все динамики белоснежные о чем я уже говорил без всяких поправок все блестит все чистенько хорошо эта пленочка судя по всему это тоже пленочка я думаю что менялась название фирмы аппараты оставались одни и те же скажем там crown там или еще что-нибудь такое но прежде чем я занесу отвертку над невинные жертвы я хочу крупно вам показать как тут что эквалайзер видите тут блестящие зеркальные такие вот полосочки под ним а вот переключатель который я говорю он просто кривой какой-то ведь он перекошенный стоит направо завален вниз ну эти тоже не знаю может быть они сами по себе ровные но как-то вот ощущение кривизны меня не покидает ведь так ручка 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 знаете вот еще раз восхищаюсь накладки и внутри блестят как бы не пьезо ну пожалуй мы все осветили антенны вот какой он что у нас сзади а сзади ничего вот только разъем для сети все лучше ничего нет мы батарейный отсек батарейном отсеке как я говорил лежит инструкция 6 языках кажется так вот господа хорошие вот он так выглядит power equipment характеристики его сейчас я вам зачитаю специфика и щенц такая мфм но это все традиционно так четырехдорожная 475 скорость питер 20 на 2 но смысле 220 сантиметровых спикера а вторые 2 и 7 на 2 то есть 33 сантиметра да но сейчас я надеюсь мы заглянем частотка частотка на нормальный по 110 тысяч сколько сам аппарат дает ну ничего несколько не сказано так 2 выходная мощность 20 ватт 2 по 10 рмс рмс так 10 процентными искажениями 100 ватт пик максимум power output пмпо 10 батареек ну и тут вольтаж идет размер 600 34 на 368 вес 7 килограмм такие характеристики ну скажем отнюдь не выдающиеся так теперь я открою его и вам покажу внутренности ну вот я открыл все по-честному что ребята наслаждайтесь вот как она есть правда жизни а вы как думали что-то еще хотели найти да тут что это у нас это у нас тюнер здесь по всей видимости но мне не разрешено туда лезть я бы открутил бы вы показал вам собственно где надо было бы подкрутить чего чтобы он более-менее работу хотя бы динамики тайвань никто и другого и не ожидал то наш и новская протяжка нижняя традиционная я не очень уверен стоит ли тут фрикцион вообще в хорошем то на шине должен стоять здесь фрикцион мне такое ощущение что там напрямую угадайте двигатель чей юнисеф митсуми двигатель митсуми точно такой же митсуми вский двигатель здесь динамики большие тайвань плата усилителя 2 2 микросхемы мне отсюда трудно разглядеть что за микросхемы это я должен сейчас залезть эквалайзер но это плата магнитофона все лапидарно краткость сестра чего там талантом не пахнет конечно так знаете краткость наверно сестра хороших продаж чем дешевле тем лучше продается я сейчас вам еще с руки покажу что тут и как ну еще раз вот она протяжка митсуми 12 вольтные движки точно такой же двигатель здесь эквалайзер огоньки трансформатор тоненькие проводочки ну а в чьей динамики собственно говоря как я ожидал а с 2 и 7 но это пьеза я за часть видите обычная маленькая только диаметр то есть жестяной шайбы побольше вот и все никто и не обещал он ничего рая на земле я попытаюсь сейчас посмотреть что за микросхема если я увижу я вам скажу вы до микросхемы добраться очень трудно надо брать зеркальце зубное там что-то там раздвигать проводочки наверное конденсатор тогда можно сказать что здесь будет стоять вернее что здесь стоит тоненькая пластмасса вот видите он весь играет играет не в том смысле конечно вот именно класс масса играет да да фрикцион я тут не вижу ну вот оно такое все закрываем разочаровал ну правда жизни на такая все по-честному все без обмана ну вот он такой понимаете красота знать вот как смотришь на блондинку супер одно удовольствие когда откроет рот но лучше молчала я думаю что этот аппарат знаете вот не влезай убьет не включай опасно для жизни широком смысле жизни не а вот такому утилитарном сейчас тебя убьет током нет только мне убьет но ощущение от жизни может испортить большое спасибо за то что досмотрели до конца сильно тапками не швыряйтесь фирма производит аппарат и знать там папер играет так как он может пианист до свидания